Тарифы на электроэнергию, тепло и водоснабжение, канализацию. За ценами на эти коммунальные услуги следят в Департаменте по регулированию естественных монополий. Действие моратория президента закончилось. Многие ожидали, что с началом 2023 года тарифы повысят. По итогам анализа исполнения тарифных смет и инвестиционных программ в Департаменте было принято решение оставить данный тариф на уровне действующих 2022 года. Соответственно, с 1 января 2023 года тарифы остались без изменений. На это было несколько причин, включая то, что не все монополисты выполнили свои обязательства. Ежегодно они предоставляют отчеты об исполнении инвестпрограммы тарифных смет. Наибольшая сумма необоснованно полученного дохода у акционерного общества «Севкосэнерго». Реализовалась инвестиционная программа в период 2016 по 2020 год. Пятилетняя инвестиционная программа мы проанализировали, установили частичное неисполнение мероприятия инвестиционных программ, по итогам которого установили необоснованно полученный доход в сумме 987 миллионов тенге. Тариф на электроэнергию должны были поднять на 10%, но «Севкосэнерго» не реализовал полностью заявленную инвестпрограмму, то есть не понес тех расходов, о которых заявлял. Потому тариф повышать в 2023 году не стали. На департамент поступило 137 жалоб на действия субъектов естественной монополии и субъектов общественно значимого рынка, в ходе которого в прошедший год был проведен три внеплановых проверок в отношении субъектов естественной монополии, в ходе которых были установлены факты нарушения по трем жалобам. В основном жалуются потребители. Многие были недовольны начислениями за тепло. Из-за аварии на ТЭЦ-2 в домах было холодно. То Севкосэнергосбыт сделал перерасчет на суммы свыше 100 миллионов тенге. Всего департамент в прошлом году возбудил 9 дел, по 6 из них монополисты получили штраф.